Ну, если его уберут, то никак. Ну, а если у нас садится, то час больше, потом дальше жить. Вы не хотите в детский дом? Нет. А кто-нибудь из вас был в детском доме? Нет. Такие совсем не детские мысли сегодня у воспитанников приюта отца Сафрония. Они готовы за ним хоть на край света, но их никто не спросил. Это на чей-то был? Юридическое улице? Да, Юридическое улице. Казахстанский суд принял решение депортировать православного священника из страны. Официально за неуплату налогов и проживания на территории Казахстана без вида на жительство. Прописан отец Сафроний в Алматы, а КНБ почему-то отказывает ему в гражданстве. Отец Сафроний рассказывает, как делают сегодня бизнес на сиротах. Не нужен детский приют. Может быть, имея отношение, хотят детей забрать по детдомам и, может быть, продать их, потому что у нас в них нету детдомам детей. Грубо говоря, сейчас откровенно я вам скажу, что много, что в семье дают. Не просто дают, а просто продают детей. Чиновники, которые возглавляют отдел образования. Сейчас в приюте самое страшное слово – это детский дом. Брошенные родителями, здесь они обрели настоящую семью. Ну, как если его заберут, конечно, мы тоже хотим поехать с ним, чем нас расформировали по детским домам. Потому что с ним как-то интересно. Отец Сафроний никогда не жил в Российской Федерации. Он родился в Советском Союзе, потом обосновался здесь, в Казахстане. Здесь родились и похоронены его родные и близкие люди. Кстати, в Казахстане достаточно много священнослужителей, которые живут с российским гражданством. Но никого из них не трогают. В опале лишь отец Сафроний. Конечно, здесь уникальная система образования. Но кому она нужна, если на кону 100 гектаров земли? Уникальная система воспитания – она из прошлого. Детей тут приучают к труду. Именно эти 100 гектаров и кормят огромную семью. 113 детей и 120 престарелых и инвалидов. Отец Сафроний не просил помощи у государства. Рассчитывал на собственные силы, помощь Бога и неравнодушных людей. За землю эту не раз предлагали огромные деньги. Отказался. А вот, собственно говоря, негласный предмет спора. Это земли приюта отца Сафрония. По нормам Санпина на одном гектаре земли можно построить минимум 10 9-этажных одноподъездных домов. То есть на 100 гектарах это будет минимум 100 домов. Сколько это в денежном эквиваленте – несложно посчитать. В наше время продается все, даже самое святое. В поддержку священнослужителя в интернете развернулась целая кампания. Все принципы толерантности, о которых говорится в каждом послании президента, все празднования Дней Единства Народов – все это перечеркнуто этим решением суда. Не штраф, не адм меры, а выдворение. Позорище нашему государству устроил тот судья, который вынес это решение. Позор. Несчастье, когда чиновник дальше своего кармана не видит. Престиж государства его не волнует. Кто будет отвечать за то, что рушит, не создавая? На месте этого приюта отца Сафрония может быть любой другой приют. Может быть и наш фонд, и я сама. Кто будет строить, если нам сегодня показали, что в этом нет смысла? Разочарование полное. Заявление писали, там тетя, как говорится, подставили, подставили. То, что отец Сафроний не жалуется, не просит и не делится, не по душе чиновникам. Травля батюшки длится уже много лет. Недоброжелатели пытались обвинить его в разных грехах. А с назначением в Казахстан нового митрополита, внимания к отцу Сафронию стало только больше. Мы тоже, так скажем, выражали свое непонимание, почему идея выдворения вот так активно муссируется, и кому мешает отец Сафроний. На данном случае это можно назвать своими именами, потому что мы не понимаем пассивность позиции митрополии, которая вот как-то сегодня не была представлена на суде. Сам митрополит Александр уехал в Москву, затем в Минск. А когда вернется, неизвестно. Православный мир в эти дни отмечает 1025 лет крещения Руси. Ведь именно поэтому и назвали Русь святой Русью. Именно потому, что идеал народной жизни был святость, жизнь с Богом и Божья правда. Тот, который должен защищать интересы священнослужителя, нету. Ну, я думаю, что просто, наверное, человек занятый, ему просто не до нас, кто мы такие в этой жизни. Конечно, вроде бы есть еще шанс на апелляцию, но своих воспитанников отец Сафроний обещал в любом случае поддерживать, даже если его депортируют в Россию. Евгения Сазонова, Александр Платонов, Алматинская область, Казахстан.